61 новобранец отправится из Лабытнанги служить вооруженной силы страны. Осенне призывная кампания 2020 продолжается. Сегодня на комиссии будущие защитники Родины узнали, когда и куда пойдут служить в ближайший год. Уже завтра состоится первая отправка на сборный пункт. Сегодня будущим защитникам Родины выдают путевки в новый этап жизни. Для Никиты Цыганова отчет его службы в армии начнется уже 12 декабря. Именно тогда он отправится на сборный пункт в Ноябрьск. Страх как таково отсутствует. Есть волнение, как перед всем неизвестным, потому что это все-таки первый мой опыт будет в жизни. Да, в принципе сам пришел отслужить в вооруженных силах России. Может быть в дальнейшем понадобится для трудоустройства. Ничего в этом такого не вижу, чтобы отдать долг, отслужить. Пока юноши ожидают своей очереди на комиссию, здесь вместе с волонтерами они учатся разбирать и собирать оружие. Именно с автоматом АК-74М они будут практиковаться стрелять по мишеням. Призывная кампания 2020. Особенная пандемия вносит еще несколько обязательных правил. В этом году родственникам и друзьям не разрешат присутствовать при отправке ребят в армию. Соблюдаются усиленные меры безопасности. Социальная дистанция, масочный режим, обработка рук. Все новобранцы пройдут тестирование на наличие COVID-19. Если хотя бы у одного из них выявят положительный результат, то всю команду изолируют. До отправки молодые люди должны сохранять свое здоровье. Из нововведений это то, что сегодня не в приспособленном помещении военного комиссариата, а именно на базе больницы. В отдельно выделенном помещении все призывники проходили медицинское обследование, на основании заключений врачей которых сегодня мы и определим, кто пополнит ряды вооруженных сил в ближайшее время. Ну и, конечно, здесь вы видите организацию самого процесса. Все расписано по времени. Наблюдается социальное дистанцирование в части ожидания своей очереди для общения с призывной комиссией. Смотря на степень годности наших призывников, можно поблагодарить от всей души родителей за такое достойное воспитание наших юношей, за ведение здорового образа жизни, за патриотический настрой. На вопрос комиссии о том, где бы хотел служить, Иван Сашин, улыбаясь, отвечает, куда направят. Считает, что не место красит солдата, а четкое выполнение воинских обязанностей. Уже завтра он отправится в армию. Юноша в ближайший год будет служить в Севастополе на военно-морском флоте. Сегодня буду быстро собираться, так как еще не собрался. Мы завтра уже отправляемся в Салихард. В воскресенье выезжаем, и нас будет шесть человек всего. Надеюсь, что буду с друзьями в одной части. Призывная кампания продлится до конца декабря. За это время служить в армию отправится 61 лабутнанец. География распределения юношей по учебным частям разнообразна. Письма родных своим солдатам полетят во все уголки страны.